Всем привет! Кто подписан на меня в инстаграме, заметили, что относительно недавно я купил себе новый аппарат в мастерскую. Это машинка для утончения края кожи. Покупал я на выходных, пару дней работал в магазин, поэтому я без раздумий поехал. В общем, купил, попросил, чтобы приехали и настроили мне этот аппарат, но все настройщики были на праздниках, поэтому мне предложили ближайшую дату, 19 января, на что я, конечно, не согласился. Решил собрать все сам. С нижней частью у меня вообще не возникло никаких проблем, потому что у меня есть машинка Typeical, и там точно такой же стол, и собрал относительно быстро, несмотря на то, что даже записывал это видео. Так как нет никаких вообще инструкций, ни визуальных, ни мануальных, ни литературы, поэтому я решил записать видео, где вкратце показал, что, куда, зачем. Если вы будете что-то покупать, либо машинку, либо аппарат для утончения края кожи, вы всегда можете посмотреть видео и понять, что куда крепится. А если вам будет непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь вам помочь. В общем, нижнюю часть я собрал, у меня проблем никаких не возникло. Проблемы возникли, когда я стал устанавливать голову на стол. И перед тем, как посмотреть, как я собирал и в чем проблема, хочу вам показать один ролик, который я нашел на просторах интернета. Два парня собирали тоже аппараты, несмотря на то, что там Aurora, у меня Typeical, они плюс-минус все одинаковые и устанавливаются одинаково. И там есть один момент, честно вам признаюсь, что у меня также возникла такая проблема. И для самых нетерпеливых, вы можете сразу перейти в конец ролика и посмотреть, в чем проблема была у этих ребят, как бороться с этой проблемой и как поборолся с этой проблемой я. Итак, давайте больше не будем затягивать, меньше слов, больше дела. Давайте приступим к просмотру. Так, вот установили, получается, голову. Так. Взяли крайнее правое положение. Насколько это возможно, чтобы закрыть... Не, чтобы попасть... Но просвет все равно есть, его не удалось скрыть. Да, да, да. Чтобы попасть в шкив с мотором. Так. Ремень идет в притирку со стеночкой. Так, вот здесь он получается. И здесь он, можно сказать... Но он сейчас не в натяжку, но, тем не менее, даже при натяжке он... Да, вот это вообще... Ну, трется, да, с углом вот этого отверстия. Это при том, что уже просвет, уже здесь все выпирает. Уже все, да, да, да. Выпирает, и здесь просвет. Вот здесь даже вот не то, что установлено, здесь... Ну, и как видишь, просвет. Если сейчас его сюда пододвинуть, то ремень уже все, уже будет тереть уже конкретно стол. Да, да, если мы подвинем, ремень уже будет задевать вот стол, столешницу. Вот отсюда. Так, двигатель... Вот здесь, смотри, сколько свободного места остается. А вот здесь он в притирочку. Да. Вот так это все выглядит. Двигатель на своем месте закрутили. Есть вероятность, что как раз-таки допущена производственная ошибка, ну, то есть брак. Вот это отверстие сделали, ну, его нужно было немножечко сделать левее и, соответственно, ближе к лицевой стороне и немножечко левее. И вот так вот это все выглядит снизу. Вот мы максимум направо пододвинули, чтобы ремень совпал с зазором. А так, по идее, он должен левее стоять. Но если мы левее подвинем, то этот ремень у нас просто тут уже на стол залезет. Ну, да, ремень оборвется, можно сказать, через некоторое время. Вот так вот. 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 вот так вот, вот так вот. вот, вот так вот. вот так вот. вот, 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 , вот, , вот, вот, , вот, 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 , 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 , вот, , вот, ,